Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале АСДТВ на русском. Елена Мищенко в студии. В эфире новости Центральной Азии. Сегодня в выпуске мы расскажем. Суд в Душанбе приговорил активиста Абдулошам Сидина к 7 годам лишения свободы. В Таджикистан в прошлом году экстрадированы 97 человек. В Узбекистане на 7% повышают пенсии и зарплаты. Суд в Душанбе приговорил активиста Абдулошам Сидина к 7 годам лишения свободы. Синойский районный суд Душанбе признал его виновным по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Таджикистана. Неизвестно, имел ли таджикский активист доступ к адвокату во время судебного процесса. Абдулошам Сидин приговорил к тюремному заключению в то время, как с момента его депортации из Германии в Таджикистан прошло более двух месяцев. Власти страны официально не предъявляли ему никаких обвинений. Даже на пресс-конференциях и МВД, и Генеральная прокуратура заявляли о том, что не знают о местонахождении Абдуло. В Таджикистан в прошлом году экстрадированы 97 человек, среди них 18 преступников, обвиняемых в экстремистских и террористических преступлениях. Такие данные привел Генеральный прокурор страны Юсуф Рахмон. Он отметил, что в прошлом году в Таджикистане было зафиксировано почти 1200 террористических и экстремистских преступлений. К ним генпрокурор также зачислил и протесты в Горно-Бадахшанской автономной области. При этом, по словам Юсуфа Рахмона, в прошлом году прокуратура направила предписание о блокировке 17 сайтов, на которых были обнаружены материалы экстремистского характера. Тем временем, международные правозащитники напоминают о произвольных задержании гражданских активистов, неформальных лидеров местных сообществ и журналистов в Таджикистане, отмечая, что несколько известных представителей Памирской диаспоры в России были похищены, а затем обнаружились под стражей в Таджикистане. Международная правозащитная организация Amnesty International назвала Таджикистан страной, экономическая и политическая жизнь которой уже 30 лет остается под жестким контролем президента и его родственников. Как пишет Озади, Amnesty International критикует Таджикистан за подавление протестов в Горно-Бадахшанской автономной области, преследование и арест гражданских активистов и журналистов и депортацию афганских беженцев, а также пытки и другие виды жестокого обращения. В годовом докладе Amnesty International также отмечается, что свобода выражения мнений в Таджикистане сурово ограничивалась. В прошлом году после протестов в ГБАО журналисты и блогеры подвергались целенаправленным преследованиям. Amnesty International критикует Таджикистан также за то, что пытки и другие виды жестокого обращения в стране применялись повсеместно как в целях запугивания, так и для выбивания признательных показаний. В Узбекистане на 7% повышают пенсии и зарплаты. Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мерсиоев. Согласно документу, с 1 апреля текущего года размер пенсии и пособий в Узбекистане будет повышен на 7%. Со следующего месяца минимальная пенсия будет 60 долларов в месяц. Ожидается, что повышение пенсии затронет почти 4,5 миллиона пенсионеров. Также с 1 мая текущего года заработная плата работников бюджетных организаций будет повышена на 7%. Минимальная зарплата в Узбекистане будет составлять 86 долларов. Субтитры создавал DimaTorzok